Приветствую, дамы и господа! Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем играть в Phoenix Point, издание первого года. И что у нас сегодня на повестке дня? На самом деле выбор с одной стороны большой, с другой стороны не очень. Есть у нас задание Византия. Сюда можно отправить целых два наших отряда, чтобы восьмером сходить. Здесь можно и Монтикору прислать, и Громптицу можно тоже туда отправить. При этом не дожидаться наших основных отрядов, которые сейчас у нас возвращаются из Антарктиды в Америку. Здесь один уже в Центральной Америке, другой в самолете пока еще в Южной. Также можем сходить, допустим, зачистить вот эту орехалковую шахту. Но, не знаю, мне кажется, орехалка мы уже достаточно много добыли. Нужна ли мне вторая орехалковая шахта? Это вопрос спорный. Можно, с другой стороны, это сделать вторым заданием на сегодняшнюю миссию? Давайте, наверное, я сделаю вот эту вот Византию. И, по-хорошему, можно, наверное, мне хватает ресурсов на активацию вот этой вот базы в Гренландии. Хотел я построить еще один самолет, но я думаю, что мне самолет уже достаточно. В принципе, можно будет даже некоторые самолеты... Вот отсюда, допустим, можно будет самолет снять и отправить куда-нибудь вот сюда на дежурство. Да, в ту же Гренландию. Ну, или вот сюда. В принципе, все здесь мы должны контролировать. Поэтому давайте я, наверное, сразу эту базу активирую, а то опять потом про нее забуду. Шанс появления 0%. Прекрасно. База наша. И у нас осталась последняя база в Антарктиде. Чисто теоретически, конечно, ее тоже можно будет активировать. Но это уже, если будут у нас ресурсы, обязательно активируем. Так, у нас, смотрите, есть здесь завод, есть медпункт. Ну, склад мы продаем. Ресурс у нас не так много, чтобы заполнить все 800 единиц склада. Можно здесь медпункт восстановить. В принципе, недорого. Ждите, а сколько будет радар стоить? Радар стоит столько, сколько у нас сейчас есть. Давайте я, наверное, сразу радар начну производить. Чтобы вот эту всю зону тоже покрыть. И более-менее, в принципе, у нас планета вся будет накрыта. Конечно, не на 100%. Есть вот такие вот небольшие закутки, которые мы не накрываем. Но это максимум, что мы можем сделать. Поэтому давайте, гром птиц у нас отправляется сюда. Здесь самолетик. Ну, и сейчас здесь за еду материал прикуплю. Давайте мы сразу это сделаем. Говорится, мелочь, а приятно. И по дороге что мы еще можем сделать? Да ничего, наверное. Полетели тоже сюда. Технология стимулятора. Начато исследование у Ану. Ну, мы верофаговое оружие исследуем. Можно, конечно, еще лаборатории было построить. Но смотрите, лаборатории. Очень дорогие эти самые лаборатории. 300 материалов, 200 технологий. Это очень дорого. А если мы построим, то... Крайне слабо мы наши исследования ускорим. Поэтому я не вижу смысла так много ресурсов тратить. Так, здесь у нас два самолета встретились. Вообще, имеет ли смысл их сейчас куда-то перетаскивать сюда? С одной стороны, конечно, имеет. Потому что здесь вот у нас сейчас просадка такая. Нет совсем самолетов. Давайте, наверное, я, наши два основных отряда. У нас жилые помещения есть. Может быть, сюда их отправить? Пускай они временно здесь подежурят. Мало ли, может здесь цитадель какая-нибудь обнаружится. Да, давайте их пока вот сюда перекинем. Так, нет, подожди. Миссию не начинай. Второй самолетик я тоже туда отправлю. Пока что вот так. Так, лаборатория Зантии была частью сверхсекретного исследовательского проекта полковника Харлсона. Ему нужно, чтобы мы извлекли данные, находящиеся в ее системах. Но в настоящее время в объекте отрудует отряд налетчиков. Ну давайте, мы прямо на секундочку прервемся. Я определюсь с бойцами, которые у нас пойдут на эту миссию. И буквально через мгновение мы с вами снова встретимся. Ну что, ребята, это было достаточно сложно определиться, кто у нас здесь пойдет. Но я все-таки справился. Давайте смотреть. Джон у нас останется дома. Пойдет у нас Шарлотта, Лана Капица. Это которая у нас комбинация священника и берсерка. И снаряжение у нее колотушка, щит и пистолет. Пойдет Анаэль, наш тяжелый пехотинец. Кстати, что по характеристикам Шарлотта? Десять очков. Да, конечно, я здесь все потратил ей. Волью ей надо поднимать. Ей надо качать волю. Контроль разума. Это все будет малоэффективно из-за того, что у нее воли слишком мало. Давайте мы волю поднимем. Анаэль, двадцать очков у нее. Может, чтобы его клич взять на всякий случай. Эдуарду тоже пойдет. У него есть мастер-снайпер. У него есть уязвимая точка. Будет он с древней винтовкой, с пистолетом. Должно быть неплохо. Пойдет у нас еще Клара с позывным Клара. Двадцать очков у нее есть. Давайте скорость я немного поднимем. Так, Виктория, принцесса у нас не идет. Томас не идет. Пойдет Ариана, квазар. Я ей переделал тело с одноручной бандитки на многорукую бандитку. Но если вот эти шупальцы руками читать, она у нас пойдет с дробовиком, с данчивым, аптечка, гранатка. По характеристикам боеготовности у нее есть. А, вот это хорошо. Это берем. Еще пятнадцать очков осталось. Ну давайте силу воли я немного подниму. Жак Кусто тоже у нас идет. У него тридцать одну очко есть. Можно ему вот это вот вдохновение сделать. Чтобы он своих коллег на подвиге. Так скажем, воодушевлял. Вот жалко, что Максу на исчезновение не хватает. Выдал я ему, кстати, шлем ноги разведчика и броню от тяжелого пехотинца. Ну, чтобы лазер сюда вешался. В итоге у него скрытность 10% осталось. И он у нас на аквалангиста какого-то похож. Ну ладно. В принципе, он будет сзади стоять. Возможно, что будет он в инвизе оставаться. Я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Альсион у нас не идет. Ну, Кэтрин Зетта Джонс у нас тоже идет. Все, у него достаточно стандарт. У него, кстати, военврач появился. А военврач это мы возьмем. Безрассудность, бомбардир, вор. Вора не будем. Давайте воли немного вхачаю. Чтобы паучков можно было. Всякие турельки можно было управлять ими. Так, ну остальные, соответственно, у нас не идут. Итого, 8 бойцов. У нас в описании миссии сказано, что здесь против нас будут обычные бандиты. Поэтому все должно быть достаточно просто. С тем уровнем снаряжения, который у нас сейчас есть. С другой стороны, бандитов там может быть 7 миллионов человек. Тогда это не очень просто будет. Ну или они нас сразу окружат. Со всех сторон. Тогда тоже может быть проблема. И знаете, я еще вдруг что подумал? За все прохождение мы ни разу не попадали в засаду. Я, честно сказать, не знаю, с чем это связано. Я сомневаюсь, что, в принципе, эту активность отменили. И нет сейчас засад. Я думаю, что засады по-прежнему есть. Но мы почему-то в засады ни разу не попадали. И это странно. Так, ну ладно, давайте обоодушевление. Тут мы без имба-сайтеров будем. Ну, у нас, в принципе, здесь и бегает особо некому с этим самым сайтером. И относительно честно будет. Так, разведчик. Разведчик, разведчик. Стоит ли паучков запустить? Давайте, наверное, поаккуратнее. Все-таки здесь пойдем. Слушайте, это миссия какая-то знакомая. Или мы в этом прохождении такое что-то уже делали? Или я это помню с прошлого прохождения? Ну, смотрите, Макс Ранн'Ган. Он вот сейчас в инвизе стоит. Он их убивает. Он убивает просто их из инвиза за одно попадание. Из гранатомета. Обалдеть. Ну, давай. Нет одной имбы, но есть другая имба. Просто ваншоты. Но этот товарищ тоже умирает. Давайте вот эти еще с ваншотим. Не всегда, конечно, клоп-тяжем можно реализовать. Это что-то волшебное, ребят. Это просто что-то волшебное. А как так-то? Анаэль. Это уж подрыв. А у нас еще Жак тут есть. Жак. Ну, Жак, конечно, бабахла не такая сильная. VR уничтожена. Как же мощно бьет этот гранатомет. Да хотя, мне кажется, из инвиза или обычным гранатомет, я думаю, неплохо бы накидывал. Включена рука. Ух, ребята, вас даже немного жалко, но серьезно. Эдуардо. Он сам умрет. Этот относительно далеко стоит. Лара. Давай в укрытие встань, что ли. Инженер. Так, инженер, ты турельки не можешь нормально ставить. В том плане, что ты не можешь, она их далеко закидывать. Найпер у нас только один на этом задании. Потому что, конечно, сюда вот его поставить. Того бойца подстрелить. Слишком ли это опасно будет? Подождите, где у нас инженер, говорите? Вот у нас инженер. Ага, я своего паука подорвал. Ты миной? Понятно. Но я не хотел. Замечен враг. Он с гранат только остался. Еще враги. Ага, снайпер, тяж. Быстрее прицеливание. Вот этого снайпера не видишь? С верой. Давайте в этом попробуем. Отключили руку. Вот как-нибудь пока встать. Показывает, конечно, полное укрытие. Но я в этом сильно сомневаюсь. Здесь можно попробовать с фланга обойти. Давайте мы туда Ариану отправим. С дробовиком. Так. Макс. А из лазера видишь кого-нибудь еще? Макс из лазера никого не видит. Надеюсь. Все мешается. Анаэль. Давай. Из такого гранатомета выстрелим. Он, конечно, платный, так скажем. Но бахает тоже неплохо. Отключена рука, отключена голова. Так, нам здесь просто область надо захватить. Никаких. Так, еще один снайпер. Где? Ух ты ж, далеко. Ладно, Кэтрин, встань сюда. Новая готовность как-нибудь встань. Шарлотта. Просто щит поставь. Ну да, конечно, в первый ход они очень серьезные такие повреждения понесли. Большая часть неприятеля просто лишилась бы такой боеспособности. Ну ладно, молодец. Урон нанесла. И на этом этапе игры, конечно, это задание выглядит достаточно странным. Плохо, потому что, конечно, ребята, чтобы Фениксу противостоять. Мне���ся. Ааа! так ну давай макс эта песня хороша начиная сначала как говорится давай вот сюда минус 2 сюда вот еще бы закинуть вот в этого снайпера неприятного я в тяж не попали так шаг давай тоже подрыв как у нас получится сейчас делать давайте я наверное арианы вот сюда выбегу посмотрю что здесь происходит вообще есть паникующий тяж снайпера убитый штурмовик еще бы способный штурмовик еще один бы способный штурмовик но это умрет это умрет этот умрет это минус 6 воля наперта паникует случае чего штурмовик запаникует это штурмовик запаникует есть штурмовик тоже запаникует так снайпер сможешь убить принципе должна давай хорошо пошла паника на операцию никого не видит это странно на самом деле вот же цели почему ты их не видишь что тебе мешает отсюда выстрелить что-то по всей видимости мешает поэтому давайте так сделаем вот этого товарища минус туловище жак ты в кого бахнешь можно вот сюда дворих убить давайте сделаем чуголь и восстановим повторюсь мне их даже жалко на лестнице он тоже убила как разведчик но это тоже постреляет что ли его дивного арбалета ладно жди она эль на или снайпера видит ну пробуй так там еще штурмовик остался этот умрет это не умрет это тоже не умрет ну вроде поближе жди шарлотта давай щит убирай вперед кто еще снайпер это где же еще он уже на установлении сидит ну да сейчас выстрелит ну ты зайди в укрытие пострадал немножко ты задание так наш снайпер вид кого видишь штурмовика но он и так умирает макс убийц ты и таки давай как бы на муж ты снова стрелы убиваешь принципе должна на давайте так здесь снова паника снайперы снова паника наш снайпер макс 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 давай вперед продвигайся надо вот в этот товарищ попасть долго он еще здесь будет бегать так там 40 кровотечений он умрет от него снайпер снова в панике это товарищ пока не паникует давайте разведчика поближе подведем орлотта поднимай щит ок там сюда пока нам осталось по-хорошему одного штурмовика там вот тут снайпер еще паникующего снайпер этом сейчас разведчик наш заберет какой экшен ты чё или еще там тут есть нет штурмовик давай ариана ты с дробовиком стала гораздо мощнее с пистолетиками убьешь штурмовика убиваешь разведчик давай выйди сюда лицом к лицу так сказать вот тебе византия ну макс рананган конечно может прям целое скопление противника уничтожать если они рядом стоят одним залпом этим гранатометом это очень мощно охота на чудовище отправитель капитан рихтер похоже вы правда на нашей стороне проект феникс новый рихон вместе чего нашпиговывают чудовищ в пулями прекрасно но знаете что не так радужно новом рихоне появились люди которые как бы выразиться которых мало волнуют этические нормы и под малым я имею ввиду ни черта как мой приятель старина полковник харлсон пытавшись убедить меня что я заражен чтобы провести на мне несколько маленьких экспериментов неплохо может сейчас нам и вправду нужны такие беспощадные люди как харлсон который сделал все чтобы выжить однако всегда существует границы дозволенного который насколько я знаю он нарушает снова и снова и знаете что он делает все в тайне тобиас вест понятия не имеет о темных делишках этого парня я могу просто настучать на старого ублюдка но как я уже сказал может он нам действительно пригодится несмотря на это проект стервятник нам определенно не нужен одно дело проводить эксперименты на пандаранах но на людях я может циник но у меня есть свои моральные принципы значит так я сливаю вам местоположение новой лаборатории проекта стервятник а вы не остановите не оставляйте там никого в живых он проект стервятник будет уничтожен хорошо передаю координаты бояться нечего это ведь секретный объект даже если харлсон узнает что кто за этим стоит что он сделает расскажет обиус увы 100 своем секретном проекте потребности вида отправитель полковник харлсон отлично я рад что вы понимаете важность борьбы с пандора вирусом не только оружием иногда такой подход нам может казаться низким но какой смысл мораль если не останется никого что бы нас осудил выживание вида должно быть нашим главным приоритетом я надеюсь вы примете это небольшой дар в качестве наград за помощь я сейчас придут себе с даром надеюсь вы продолжат сотрудничать снова марихона вместе мы много достигнем может быть даже выиграем эту проклятую войну войну то мы выиграем дружище ухты проект стервятник прямо здесь вот и второе задание на эту серию вот и второе задание я по моему при прошлом прохождении выполнял тоже эти миссии но я все-таки надеялся что что-то подобное и у других будет фракции как и опять на новый рех он так вышел не совсем понятно вроде бы я все исследовал вот храм и на я еще не исследовал но храм и на это все это финишная технология последователи а ну усина дриона тоже вроде бы все исследователь технологии устойчивости к яду может быть ее еще исследовать ладно давайте мы вот это задание тоже сделаем тогда прямо сейчас здесь я так понимаю нужно будет сражаться нам сейчас новым и рехоном если я все правильно помню там будет чертова туча бтр-ов мы естественно против них повоюем так у нас материалов интересный канал нас всего конечно интересное количество давать я сначала вот на этой базе вот такой комплекс у нас пошел и против туманка тоже нас пошла хотя конечно скорее всего я уже прям сильно близко к завершению кампании но тем не менее давайте мы все это дело продолжим строить и в итоге у нас осталось не занятой только одна база вот в антарктиде может быть ее построим но чтобы ее построить нам обязательно нужна авиация бы феникс дельта бойцов перекинуть для обороны этой самой базы отряд конечно нас есть здесь вот на в точке феникс ну хотя да из точки феникс можно будет перекинуть есть там у нас бойцы сидят не занятые ну хорошо поехали сразу проекте ребятник сделаем да ладно новые пандораны сообщение зубежь научные наблюдения раскрыли существование новых мутаций пандоран доступен следующий анализ обалдеть очень давно не было новых пандоранов тритон головорез альфа это с чем это в этот баранильщик бронебойный да это баранильщик классификации т-гам и е подвет головореза чрезвычайно высоким интеллектом и способностью к регенерации предпочитает оружие которые используют для отвлекающих манёвров привлекая к себе внимание при встрече проявляйте осторожность у меня есть прыжок регенерации двойное восприятие вампир рука вампиризм 70 очередь 2 ох ты это больно кстати будет если в ближнем бою ударит еще кто еще снайпер с оглушающей винтовкой подвид охотника типа командир пристрастился к охоте на людей согласно докладам с поля боя всегда оснащен нейронной снайперской винтовкой любит поиграть с противником прежде чем его убить избегать любой ценой да у него нейронной снайперской винтовка но были паралит 16 ну хотя так двойное восприятие у него способность миллион боли прыжок а все то же самое только теперь он нас не убивает он нас парализует вот такое мне кажется вот этой винтовки все-таки размера паралича не хватает если бы она с одного выстрела парализовала это было бы круто ну или хотя бы очков действий надо было бы не 3 2 допустим чтобы за один ход можно было парализовать не сильно прокачанного противника это было бы круто а так не очень проект сервятник серии секретных не ограниченных этическими нормами экспериментов которые проводятся без ведомый согласие тобиаса веста наша задача проста уничтожить его а уничтожим вторжение ну у нас тут есть отрядик и мы его прямо сейчас и отправим 16 на 14 значит все еще до цитадель здесь не выросла здесь все еще логов пандара давайте отправляться пойдет у нас ровно тот же отряд что и до этого у меня в принципе полностью устроил вещание конечно здесь не к силу не городу можно кстати еще одного снайпера взять может быть на место одного тяжа у нас сейчас 3 тяжа давайте вместо аннаэль возьму еще одного снайпера опер нам там пригодится а вот кого виктория да давайте мы принцессу возьмем снайпер пригодится для уничтожения турелей только давайте цвет какой-то другой поставим это ворвиглазный получается цвет этот не давать как-то так необычненько но у нас будет выглядеть снаряжение руль вот такое пистолет древних нейроны пистолет аптечка принципе все нормально так дарди характеристики чтобы тебя до 30 давайте волю и повысим отлично тут дату 9 можно взять на это задание ну тогда значит и тяж у нас идет данное задание можно девятерых бойцов взять но эта миссия должна быть посложнее чем предыдущая где все-таки бойцы нового рихона будут но я думаю что опять таки проблем она нам не должна преподнести ну да и после доступа конечно к оружию древних игра заиграла совсем другими красками ну что мне нравится все таки у нас все отряды не похожи друг на друга кажется это и есть а миссия с кучей бтр-ов но я могу ошибаться место здесь как-то маловато ли бтр-ов неужели это не она ладно давайте мы разведчиков наших запустим гранатомет пулемет винтовки нет это миссии с бтр-ами прекрасно так я кислоту пушка ты взял на всякий случай уже как у 100 есть кислотная пушка нам еще на паука в эту сторону запустить это страна никого нет но я бы на самом деле инженером бы все-таки пробежался так шашлот я тебе со спины не устали не узнаю защита давайте мы сделаем иступление может быть инженером все таки да давайте я встану инженером защиту немного пробегусь паучками да неприятеля к здесь достаточно будет не так просто как в прошлый раз нету пучка тоже немного вперед проведу но бтр пока один видно хотя вот это все может быть пространство заняты бтрами я не удивлюсь так ну давай макс твой выход макс тут тут может 2 их убить может вот здесь у 2 их убить кого начнем давать народ с этих снайперов начнем хотя тут еще тяж есть тяжем хотя же нет из лазера не убить те же вообще лазером ни в кого да не попадаешь вроде ни в кого давайте так только давай некой домик не зайдем пожалуйста сейчас крышу может попасть совершенно спокойно он вторая попытка минус 2 так а мы ему очки действия можем ким штурмовиком вернуть у нас нет пока такого не прокачано вроде бы пока нет так жак кустом это уж подрыв делай что у вас кстати по воле сильно прокачано ну неплохо принципе можно сюда от бабахнуть давайте бабахнем отключена рука в эту винтовку улетела блин те же даже без руки могут своих мерзкий ракете не стрелять поэтому давайте добьем ой ой пошла паник уже у ребят ну да минус воли на первый ход это конечно жестко так анаэль анаэль если тебя сюда поставлю тебя будут простреливать в принципе то отсюда смогу прострелить если сюда поставлю тут паника уже у них давайте наверно так сделаем я хочу из лазера вот этого тяжа подстрелить только ты из угла сможешь интересно выглянуть да она может выглянуть из-за угла тему ногу отстрелю чтобы медленнее бегал даже умрет нет мало здоровья что было да здоровье совсем мало сейчас от тебя что же умирает и пока не паникуешь ты пока тоже не паникуешь и бтр и совсем не умеет паниковать значит придется их по-другому убивать так ладно давай эдуарду твой выход дадим тебе тоже возможность пострелять не все же тяжими испепелять на карте ну принципе есть шанс нападание если бочку не попадем просто ваншот на них таком явно не были готовы у этих 0 в эту еще восемь но этот тяж я запаникует после смерти вот этого тяжа еще у нас один есть на 1 виктория викторию кстати можно сюда на прострел поставить на давайте я сюда поставлю она даже прямо сейчас выстрелить может можно он того дальнего тяжа попробовать снять а нет мне 190 здоровья просто так не снять его их там еще на кого-то заметила минус туловище минус туловище и минус тяж открыть течение умирает у вас что 8 воли еще у тебя 4 воли она сейчас 0 станет после того как два бойца умрут и как мы больше никого здесь не можем убить шарлотта а вперед шарлотта наш балласт на что сказать больше у нее конечно надо было вливать не хватило мне очков вот этого уровня сейчас она такая слабенькая скажем так ариана можно как попытаться вот поэтому снайперу пострелять ладно ариана давай как мечет сюда и как мечет сюда почему ты не видишь она понятно почему можешь конечно попробовать пострелять наверное не надо надо готовность там лучше принцесса но должна быть готовность пистолет встань эдуарду тоже пистолета кэтрин 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 иди сюда турель может быть поставим когда до бтр вражеский подойдет там можно будет турель его пострелять но слушать это другая миссия перепутал это не та миссия где миллион бтр-ов я здесь пока только один увидел так давайте пистолет через всю карту мой молодец резали мочки действия это приятно хотя скорее всего моего на следующих даже убьем в какой-то полу позиция остановился это будет стрелять а в кого услу что уж полное укрытие я мог конечно попасть очень большой урон нам нанес но он явно не убивал бы нас и вообще из укрытия вышел но зачем он так расстроился что не попал что уж из укрытия вышел к инженеру тут неприятно уровень пошла более на тот ракету может запустить хотя нет здесь хотя в снайпер может болен снайпера а я вот это больно будет господи что зачем в кого он хотел выстрелить это не в снайпера был выстрел или в снайпера если в снайпера то как он умудрился так попасть так это в кого что происходит с вами куда стреляете он в кого стрелял подождите в кого он хотел выстрелить паука он стрелял прямо сейчас пытался я так понимаю хотел выстрелить паука в итоге попал в стену это сильно так давай быстрое прицеливание посмотрим кого можем убить прямо сейчас можем турель убить можем инженер попробовать убить можем попробовать турель сбить дать я турель сразу собью вот так вот обезопасим эту товарища турель кстати можем не попасть ван пока не трогаем тогда так макс посмотрим что ты можешь сделать можешь конечно сюда гранату опустить запустим сильно машину поцарапаем и тяжи убьем 80 брони с машину летела неплохо так на 1 давай вражеского снайпера снимем можем не снять шанс не очень хороший лучше позицию поменяем тогда выстрелим один раз но надежно я же но нет тяж не попадаем от снайпер убиваем если ружье конечно не пойдем изи пизе так ты паникуешь нет после следующей смерти союзник он запаникует она или можно бтр пострелять может в инженера выйти пострелять можно турель убить лара видишь снайпером принципе видишь это процент 40 нападания ничего себя молодец какая-либо еще разок но нет два раза я тебе должен промахнуться ну да все честно даже два попадания слишком много для такой позиции жак а тоже подрыв нужно этого снайпер убить на давай этого снайпера убьем еще маленько паники нагоним так инженер паникует тяж паникует штурмовик там на выносливости стояла анаэль ну-ка рельс ответным огнем кстати да куда я 5 но что это я столько нажал чтобы выбрать который раз такое происходит я просто нажимаю выбрать выстрел из оружия и она сразу начинает куда-то стрелять чем это не от мыши зависит я не знаю нет на разных мышках стать такое было двойной проклик происходит к сожалению она тебя попробовать турель все-таки сломать до турель сломалась и с этим двойным прокликом я не то чтобы игру ругаю скорее себя ругаю как у меня так получается нажать чтобы этот проклик двойной произошел околана техника не попадаем и 50 кислоты к у нас еще кислота у нас уже к кислота но шага здесь ничего не видит да еще в машинку прям броню всю с нее снимем отлично ладно хоть это впадание не столь критичная поэтому бог с ним говорится есть давай сюда прав там штурмовик еще один сидит замечен враг еще один они оба на восстановление сидят если дробовика давай с дробовика маловато конечно ну и встанем сюда в укрытие что два раза по тебе не бахнули она или тоже сюда уж я вас там огненный гранат не завалял случаем тебя нет у тебя даже нет тоже нет у них даже бронебойных винтовок нет так макс или броненосец только в священник нашу не попади остался броненосец без руля кэтрин давай сюда либо поставить не знаю давай как мы сюда что поставим далеко бросать ты к сожалению не можешь турели замечен враг стать войден ах ты инженер там еще ну и кстати еще немало осталось не надо расслабляться тот же самый вражеский тяж может очень много урона нанести макса заметили к сожалению ну ладно макс это и так хорошо все это было иском ногт урон наносишь здесь ребят паникуют неплохо а я больно ну а вот и повреждения аптечка то нет над кем-то другим лечить так снайпер быстрое прицеливание можно принципе бтр застрелить так нет бтр пока не застреливаем штурмовика можно застрелить так еще одно быстрое прицеливание у них снова паника пошла курель этого товарища видишь ну пробуй неплохо здесь вот этого надо убить так макс очередной подрыв конечно сейчас гранаты у тебя уже не так здорово летят все очень неплохо как одного убили ромашинка защитила ну давай шарлотта ты блин клара вот там шарлотта давай сюда лара пара должна успеть давайте так сделаем здесь ариана у него у нее пока нет вот этого быстрой зачистки поэтому вручную пока убиваем не везде 25 брони получается вроде везде руках руках тоже 25 все равно куда стрелять она из лазера сможешь убить да вроде убивает так у них там еще инженер к слову сверху осталось так наш снайпер ну да к нам сюда вот что ли вроде пострел по прострел получше должен быть не сюда на и готовность стань она или пока просто ждем макс макс попробую еще сюда одну гранату закинуть может быть за день от того что за машиной и сейчас будут ходить тяж и инженер вражеские аж может неприятно ракетку прислать заднюю часть переднюю часть заднюю часть и трин давайте паука вот так вот подтяж подставим может быть согреться на него замечен враг еще снайпер где то есть еще снайпер есть слушать еще и снайпер подожди пока эконом очки воли так жак ты давай наверх поближе вылетай может быть сейчас даже из лазера получится потяжку стрелять получится ведь получится может даже убьем да даже убьем а как как снайпер будет поближе выйти наверно вот здесь ротто устрелить пистолета паук жди пока инженер тоже пока ждет здесь паникующий штурмовик здесь снайпер являющих паука но пау живет я чё инженер для техник новый рих он еще бежит снайпер ой как хорошо ой как хорошо какая хорошая позиция была для прострела так и двое осталось до бтр сгорел жак иди в лами а нет ничем не ломишь давай значит так из лазера застрелишь садов не хватило чтобы ломить и добиваем снайпера как лучше выйти с этой стороны давайте тут попробуем выйти на этот ход кстати можем не добить даже подождите добиваем снайпер еще штурмовик сидит надо его сначала добить а как паникует все равно так здесь а кто здесь из никак не выйти да получается тени точь из окна она может выпрыгнуть на следующий ход давай сюда значит пока не схода так она или вылететь не можешь ну значит давай так пешком идем еди и ну да хватает чем да тоже все это конечно был посложнее чем с бандитами но тем не менее даже шарлот у нас тут пострадала сильно 640 опыт мы получили за это суммарно виктория 95 жак 82 ну макс раненган конечно это просто мвп в этом отряде на открытой местности и когда противник кучно стоит он просто вообще разрывает прямом переносном смысле как я слышал с вами связывался полковник харлсон и капитан рихтер весьма незаурядные личности правда умные преданы своему делу довольно упрямые и оба питают иллюзии относительно своей работы так что я не знаю что они замышляют я достаточно закрывал глаза на их игры но хватит значит хватит есть гораздо более серьезные дела на которые они должны средоточиться тем не менее мне любопытно что вы будете делать с их философскими доводами прав ли харлсон должны ли мы поставить нужды вида на первое место или вы предпочитаете доводы рихтера о границах дозвольного которые нельзя пресекать ну харлсон точно не прав рихтер прав мы должны забывать свои моральные устои в этом вся суть нового эрихона вы очень сильно вот за свои там старые моральные устои держитесь хотя это все странно смотрите у нас немножко здесь не совпадает вот эти кровь и титан собственно говоря вот это все дополнение строится на том что тобиас вест не очень такой добротный товарищ так скажем и вот на всякие эксперименты с людьми он идет здесь показывается что не очень это хорошо другое дело страны это может быть было так и знаешь дело молодости сейчас немного одумался нет рихтер прав ним не важно что ты там делал с этими с кровью титаном но рихтер прав не должны забывать свои моральные устои интересно но если он прав что нам делать когда столкнемся с материальными границами основанными на наших моральных устоях что если войну эту не выиграть умрем ли мы за что если эту войну не выиграть умрем ли мы за свои принципы можно ли сказать что принципе вообще имеют какую-то ценность в мире безразумных существ дилемма над решением которой стоит поломать голову в любом случае пока вы согласны с рихтером думаю я поделюсь с вами некоторой информации о его новой программе подготовки ваши оперативники на река дойдут ее применение в бою 150 очков умений есть курить 150 очков умений охота на чудовища реприза капитан рихтер хорошая работа видите ли это не просто какие-то инопланетяне которые так и просят пулю в лоб это видите на половину люди новый рихон никогда не был прекрасным местом черт возьми доплаян того что во что мы верим возможно просто брехня нет но в рихон будет делать только то что нам нужно если мы удостоверимся что такие раковые опухоли вроде проекта стервятник будут вырезаны до того как успеют распространиться это позволит нам вернуться к тому что действительно имеет значение уничтожить как можно больше пандарана прежде чем мы умрем вот ваша награда я упоминал о ней правда как гласит старая поговорка бесплатный сыр только в мышеловке вот вам честно заработанный сыр спасибо рихтер ты прямо хорош всегда пожалуйста а если хардсон объявится скажите что я приказал напасть это не по исследованию плюс 5 но нормально 400 технологии 800 но если бы другой вариант выбрали то может быть там исследование бац и поле место подготовки мне сейчас исследовать не критично так что я подготовкой более чем доволен так ну что выполнили мы этот квест и от знаете опять такая небольшая ремарка вот не хватает более гибкости что ли сюжета вот есть у нас концовка нового рихона и все это концовка нового рихона то здесь вроде бы в процессе прохождения встречаются что там или да или одно или другое а по сути на завершение то это никак не повлияет это немножко расстраивает и нет такой знаете общей концовки скажем так то есть не просто чтобы до последнюю миссию вы выполнили там за кого-то там при помощи в ракетной там станции космической нового рихона там не знаю обманули с помощью хотя нет не буду спойлерить но рихона это я вам скажу потому что сам проходил так вот вот как бы вот за этим закончили последнюю миссию и от этого и зависит концовка но она не должна от этого зависеть концовка должна зависеть от отношения нового там рихона с фракциями то есть смогли ли там примирить в процессе то есть мы если со всеми дружим то может быть после завершения игры со всеми там сумели договориться дипломатия взяла вверх и более-менее все наладили отношения вот это конечно не хватает вот эта гибкость концовки но это уже такие знаете хотелки из области фантастики наверное ну так что тогда гром птицу наверное мы возвращаем хотя смотрите что можно сейчас сделать сейчас можно нас принципе топовые отряды сейчас полным ходом летят сюда если мы отправим допустим эти отряды вот сюда на орехалку шахту за ресурсами я не хочу я вам уже говорил что вот этими местности с ресурсами крайне не нравится а миссии такие сумбурные они конечно по большому счету самые выгодные миссии то есть буквально там за полчаса собираете столько ресурсов сколько за несколько миссий сюжетных вы собираете но они мне все равно не очень нравится давайте наверное я вот так вот сделаем отправлю эти два отряда сюда мы все-таки добудем здесь орехалковую шахту но и может быть поставим здесь вот этот самолетик быть не на базе дежурить а вот здесь вот орехалку собирать мне его меньше всех и у кого мутагену тут собираем здесь орехалку собираем здесь живые кристаллы собираем здесь тоже белковому итоге ну да у нас сейчас все собирается нет прекрасно что по исследованию графа говору уже через 15 часов на закончится посмотрим так уровень опасности критически нет пока не надо ничего нам тоже пока ничего не надо здесь 14 на 11 но мы почти долетели один часов осталось вера фагума оружием ну ладно ребят тогда давайте вот на этом моменте мы с вами и закончим а следующей серии уже зачистим надеюсь что быстренько орехалковую шахту отобьем нападение на форт валькирия может быть обнаружим лугу пандаранов и пойдем его тоже зачищать и мы я думаю что уверенными шагами прям движемся финалу компании осталось только определиться за кого его мы завершим честно сказать хочется завершить снова за новый рех он я не знаю новый рех он мне ближе всего и как-то видимо я слишком привязан к устоим старого мира поэтому новый рех он и и ближе но это опять же таки исключительно только только мне никому свою точку зрения я не навязываю и поэтому давайте прощаться всем спасибо кто посмотрел это видео если оно вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал это очень приятно и крайне полезно для развития канала еще раз всем большое спасибо и всем пока